короче ричард ты должен быть сильным уверенным и завалить когда нужно ну слушай отец это нормально в принципе что это за вот это парни у тебя интересует до шутки твои какие-то не смешанные а вот мне так нравится как ты с этими женщинами общаюсь как я цыганка да я узнал как ее зовут и сам назвал свежая если бы я не была рядом кого я уже в кусты нет ни в кусты ужасы нет ты чего она не заменимая постоянно какой-то женщине подходишь промыть совершенно забываешь а на то что про нас забыла ничего она из-за тебя это было да 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 не видели происходит так ну что дамы мы едем так пойдемте поищем фрэнк он где-то здесь шатается а вон он в общем утром проснулись а он обычно вот здесь как раз находится у нас а в сегодня утром вон около дома прям был вот там вот около калитки и какой-то грустный посмотрите на него может что с ним случилось ведь в семье мне без осла а оселт у нас один поэтому хотелось бы с ним как-то чтобы нормально все было но фрэнк давай ты чего о привет фрэнк ой ластится а теперь не ластится у нас тут еще было слих элизабет и сейчас она куда-то делась может из-за этого грустит да вот наверное со вчерашнего дня что ли неплохо вы справляетесь с ними то есть если вернется элизабет значит ему будет хорошо да а что сейчас делать чтобы он сейчас успокоился ой хорошо спасибо элизабет сколько стоит ваша помощь спасибо спасибо тогда спасибо вам пожалуйста если перестаньте тогда назовите да понял хорошо хорошо простите представьтесь просто мало ли вас нельзя представлять как вы мне представились да нет мы уже знакомыми зовут вивен чейс да я коротко ее зовут вии да мы немножко уже познакомились мы вместе с моей подругой прибыли уже с трупами с трупами разыске интересно ну слушайте у нас все хорошо мы его зовут не цирю их простите у нас просто с фрэнком проблемы сейчас конрад конократ я запомнил надо слова конократ я просто хочу он ассоциация нужно ну или керс это моя фамилия можно пожалуйста тюрьев представитель исполнительной власти простите шериф помощник шерифа помощник шерифа спите можно я просто договорю и все в общем мы только вот проблемы с фрэнком решаем показываем вот даме и хотят еще и подруги показать но она не поехала с нами наше владение чтобы они знали куда обращаться если вдруг они будут ранен или одни они а их их игру с груз урос ну да мы парнях которых надо будет привести живыми не обязательно парни бывают ну вот почему я и подумала про охота на именно на парней потому что так вылетелись ну или женщин людей именно ну в общем если вдруг помощь понадобится человеку или же тена бель осмотрела этого фрэнка сказала что он грустит потому что элизабет и угад пропала вторая слих это чё больше пришла к нам а так она в тот же день пропала когда пришла мимолетная слиха слушай пойдем в я покажу вам что его не мимолетные чувства к ней были но вот мимолетная слиха бель это что-то меняет понятно но надеюсь он поправится хорошо хорошо да не грусть кто не хочет что ли ну и не надо потом сзади лошадь позволить присоединиться к вашему да конечно к я тоже жарю мясо тут ричард ты что ли что ли о переоделся молодец как посоветовали правильно правильно ветку найди чтоб мясо насадить а вот это сзади меня вот это да бери я на кто это приехал к нам как чает и лошадь кроме то кто твоя лошадь ричард так ладно лампу не задела так ну-ка давай спокойно пришла тут громить мне окна ремонт сделали путешествие мне сегодня против конечно куда-то уехать уже да есть некоторые моменты я совсем забыла вам сказать моя подруга занимается написанием книги одной по сверхъестественным всяким местам вещам и прочим и мы ищем некоторые места для того чтобы посмотреть или ваш возможно записать это в книгу и прочь она вам больше расскажет чем я знаете мне есть одна история про сверхъестественное может быть мы тогда пойдем куда-нибудь более приятное место чем у конюшни я прям сейчас расскажу встречалась мне одна дама которая верила сверхъестественное вот это была сверхъестественная тупость ричард веришь всех естественное но я видел разное поэтому так отношусь конечно со скепсисом правда что а я вот за свою жизнь не видел ничего такого чего спрашиваете тогда да там дома 1 приехала пишет книгу про сверхъестественное может рассказать кстати ей ты чувствуешь от ствола тираешь понял пока мясо жарится ну да то я не знаю что сверхъестественное в летающем олене но мне кажется все таки это был порыв ветра летающий олень ничего себе я девушки спасили могут ли они немного передохнуть в доме перед поездкой ночью и могут передохнуть у нас на территории вон там где конюшни коней своих поставить и там под крыши отдохнуть пойдем дом они спасены на потом поэтому идем в дом пойдем что если неправду говорят что они наемницы то им ничего не строить и это не то охотники за глазами до служит закон это немножечко другое я понимаю но если они ты знаешь что те кто служит закону может его перступить ну не знаю они мне не показались таковыми одна из них чокнутая пишет про сверхъестественное я просто скажу что у нас здесь больно и мы сейчас будем все равно отъезжать поэтому нет да если что пусть на конюшни да могут там на сене сесть и там перед ночевать скажи тут у нас это да у нас куна ну что ричард что расскажешь да что рассказываешь это не везет мне последнее время на 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 пум или на кого да как-то в принципе природа мне за что-то видимо мстит а ты охотник да не особо так подбирается иногда непонятно почему газы да либо я просто стал чаще вне города по лесам шляться и поэтому чаще встречаю диких зверей вполне кстати вероятно что так и сколько ты уже этот один ты живешь на самом деле не знаю лет двадцать честно не помню садись и я на ногах правда не лет двадцать уже те сколько мне да но не мне же ты не смотри что диена так точит нож когда смотрит на тебя это мне 33 33 ну же это к закату идет у тебя возраст конечно да по моему наоборот как раз самый рассвет сил да жену нашел себе приметил кого-нибудь честно сказать есть на примете один человек до серьезные намерения у тебя серьезнее некуда прекрасно а чем ты это показываешь что у тебя серьезные намерения чем поступками показывать буду стараюсь получше узнать человек слушайте ричард здесь только там не кажется вам ему придать неплохой совет в зависимости от того что за девушка вот кстати да вот давайте к тем более разные дамы допустим вот те на тебе кто нравится из мужчины какие поступки нравится а при чем тут это мы же обсуждаем какая как ему нет смотри мы сейчас каждый из вас расскажет и он ричард сделает выводы что женщинам вот нравится как минимум троим из вас может что-то плачевные выводы нет но хотя бы если что-то у вас троих совпадет значит вот на это он и сделает упор только если мы сговоримся зачем вам говорится вот ты сейчас расскажи что тебе нравится в мужчины какие поступки нравятся мужчин ну мне нравится как-то мужчина вежлив когда он сильнее меня что он может защитить меня и даже без оружия возможно что он будет мне там позволяет много быть состоятельным и мне не придется много работать я смогу просто медицин заниматься как хобби потом чтобы мы жили в сэнда не хочу чем ты не хочешь жить да там красиво а вы там и я пожалуй промолчу на поводу сюда не могу сказать что вместо хорошие люди каковы конечно но там красиво это правда я там часто бывала с отцом каким милете то что слева ну что леди а почему вы промолчите боитесь что к вам начнут это мужчины и клеится как комары к коже ну так говорите всем интерес а если было интересно нам просто нужны все мнения мы собираем эту вот ричард подтвердил вы что не хотите счастья людям вот ричард может быть ваши советы ему поможет в жизни он будет вспоминать вас добрым словом будет выпивать за вас по праздникам и когда-нибудь когда у вас будет сложная ситуация с бандитами его добрые мысли в отношении вас помогут вам так что говорите быстрее что он нравится в мужиках у меня не так уж и много 23 ну слушайте это нормально в принципе если девушка да нормально скажем свое зарпоток предпочтение семье зарпоток это нормально мне примерно так же и ничего же выше как-то нет с тобой ты еще молодая так в смысле у нас год разницы я говорю молодая так она тоже молодая тоже молодая но чуть постарше как это понимать а у вас мэм вот забыла простите как вас зовут элфи элфи а у вас малой малой отец простите слишком элфи малой была у меня знакомая вы не малой вы не ее дочь внучкой тебе же ответили что нет но она мне тоже сказали что знакомые моя мать никак не может быть знакомым ну да ну так что что нравится в мужиках не погодите блондиночка так мы же не говорим что вам нравится за мужиках в это в плане на поляне скачем тудым судым как зайчики про качество мужские это какие нравятся даже пусть не мужские человеческие чтобы вы хотели видеть своем второй половинке внутри себя в внутри своего мира его мира его мира какой бы мы вы мир хотели чтоб вошел в ваш мир чтобы два мира объединились что мы есть вот у нас тут четыре человека 4 мира 4 взгляда на мир вы думаете поняли не заставляйте его продолжать а я жду когда он сам остановится если ждать когда я остановлюсь я не остановлюсь очень долго пожалуйста ну так что прошу прощения элфи сейчас ответит ваша подруга коллега и напарница партнер дело в том что мои ожидания мужчине слишком завышены для нашего времени ну так скажите что швы никак не делитесь то мужчина в первую очередь должен быть сильным по моему мнению высоким должен уметь стрелять должен быть романтичным и ни в чем меня не ограничивать то есть он должен быть бабой типичный подключен с револьвером пожалуйста прошу прощения я не вижу смысла об этом говорить мои ожидания мужчине слишком завышены для моего самая то хорошо сказала вот если вы мужчин не разделяю значит вы просто такими не являетесь вот и все и завидуете что такие мужчины бывают да я не завиду я про да девушки элфи теперь вашу очередь она должен просто сильным и уметь завалить тушку нахуй вот это я понимаю вот 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 вы мне нравитесь человек знает что ему надо да ну что для вашей серьезной работы или как это сказать хобби вам я думаю нужен человек который вас в первую очередь поймет вот не все просто понимает таких людей как вы скажем некоторые думают что люди которые охотятся за головами это убийцы и просто наемники которые сделают все ради денег даже в какой-то степени так и есть мы убийцы но только дело не только в деньгах я думаю что тело еще и в чести там и в в в том что человек тело это нарушает приятного аппетита ричард да много себе только не спали я думаю не преимущественно будем говорить особенно таких а я вот сейчас не понял бенджамин это был камень в наш огород да я чё ты как-то уже потерял я уже прокручивал в голове как кто-то заваливает тушку на сеновале и прослушал короче ричард ты должен быть сильным уверенным и завалить когда нужно да дамы если кратко ваши все это очень правильно все поняли не хочу тебе напоминать эту историю естественно таким образом очень полюшнее жизнь если быть таким как ты сказал ты ты глупость осморозил шутки привет привет приятный вечер точнее утра всего хорошего всего хорошего всего хорошего я не хотел я шутил же таким нельзя быть нельзя таким быть ричард понял ну я понял щепотка галантности никогда не помешает да если женщина не хочет не нужно быть сильным и уверенным ну вроде бы все вы сказали что должен быть сильным я так полагаю немного в другом ключе сильным да 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 именно именно как кошмар я не придетствую насилие по отпусканию девушки вот видишь слышала и я тоже не понимаю как это связано со мной отец да нет я к тому что ё-моё я думаю что нам что не стоит эту тему продолжать вот и все все да все из-за тебя ричард всего доброго всего доброго всего доброго не помрите там так я наверное отправлюсь спать потому что что-то мне не здоровится да я тоже скоро наверное ложусь спать надо доехать до этого спирт пожалуйста не забудь домой выложить хорошо хорошо если ты найдешь оружейника сейчас с собой в городе например или вот и ричард закажите пожалуйста у него револьвер да дай деньги может я сейчас съезжу куплю нет не дам закажи потом оплатят мы же медики мы не пропадем ну да я тебе как денег дам так ты их сам как говоришь сразу и это да я постараюсь ты знаешь что револьвер можно купить помимо этого оружейника честно не слышал кто бы продавал а чё с оружейником да нужно револьвер самый дешевый купить оружейника просто сегодня не было по моему за 7 баксов брал вот да мне тоже сказал что 7 баксов но его сейчас сегодня на месте не было так ну ты отдыхать пошла да да я отдыхать хорошо да да не шаль зачем я это сказал не понял ты сейчас в город ричард ну да давай вместе поедем а ты сегодня шерифы не видел не а жаль я сегодня вообще кроме вас фумы и мистера логана никого не видел да ну вот и еще дамы эти две охотницы за головами а и еще девушка разговаривающая с лошадьми да бель ну в принципе да спокойный сегодня день да вчера был еще спокойнее я вам сказал да да вчера казнили человека вроде разве да сказали этого в желтой рубашке который поджег дом этих евреев мы наверно в это время уже были на полпути там был вид в там был вид ездили мы искали пустынный маг для мистера шота но они нашли опиуму он хочет делать да да понятно понятно нам удалось найти сам мак но там было поле уже выгоревшие сезон что ли прошел или просто это затоптал просто а понятно понятно а мясником деньги то отдал да да отлично почти сразу после разговора ну вот так что благодарю вас а не за что давно с ним знакомы а вот он и боится так сейчас стой здесь крапинка никуда не уходи да ё-моё нет никого все еще да что-то нет не я шрифт смотрю тоже нет так ну ладно пойду я тоже отдыхать сегодня всего доброго Ричард да делай выводы сегодняшний делай я сделаю